Всем привет мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Хочу поделиться рецептом очень вкусных заварных пирожных, которые я часто готовлю дома к чаю. Заварные пирожные – это великолепное сочетание заварного теста, с кремом по вашему вкусу, обсыпанной издобной панировкой. Признаюсь вам по секрету, что это мои самые любимые пирожные, потому что изготовлены из заварного теста, которые я очень люблю. Рецепт приготовления заварных пирожных очень простой, а все нюансы заварного теста, я расскажу по ходу приготовления. Сотенник с водой устанавливаю на плиту и включаю сильный огонь. Как только вода закипела, всыпаю соль. Добавляю сливочное масло. Перемешиваю сливочное масло до полного растворения. Всыпаю сразу всю муку в кипящую жидкость. На этом этапе выключаю огонь. Вмешиваю муку деревянной лопаткой до однородности, в течение двух минут, чтобы тесто заварилось, а на поверхности не осталось следов муки. Перекладываю тесто на стол и мешаю, чтобы оно быстрее остыло до тёплого состояния. Мои дорогие, кому интересно, как приготовить правильно заварное тесто, можете посмотреть в конечных заставках к этому видео. Вбиваю в тёплое тесто сразу 4 яйца. Перемешиваю крючками миксера до однородного состояния. Вбиваю ещё 2 яйца. Продолжаю вымешивать тесто крючками миксера до однородного состояния. Тесто готово, обратите внимание, как должно выглядеть правильное заварное тесто. При поднятии тесто обрывается сгустками обратно в чашу. Именно такой консистенции и должно быть заварное тесто после приготовления. Моё заварное тесто пролежало в холодильнике ночь, поэтому при формировании пирожных, оно более плотное. Вы можете формировать пирожное сразу после приготовления, или убрать тесто, как я в холодильник, максимум на 3 дня, предварительно плотно закрыв пакетов, чтобы оно не обветривалось. Каждый раз сформируя новую заготовку, окунать ложку в воду, чтобы тесто проще отходило от ложки. Смачиваю палец в воде, разглаживаю все неровности. Убираю заварные заготовки в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Спустя 30 минут выключаю духовку, приоткрываю дверцу и оставляю на 1 минуту. Прикладываю заварные изделия на решётку до полного остывания. Таким образом выпекаю оставшиеся 2 партии заварных заготовок. В целом у меня вышло 60 заварных заготовок. Каждую заготовку прорезаю ножом пилочкой, не снимая шапочку. Если у вас нет ножа пилочки, можете сделать прорез обыкновенным острым ножом. Чайной ложкой наполняю готовым кремом заварные заготовки. Крем для заварных пирожных я использовал крем чиз с варёной сгущёнкой. Это очень вкусный крем с насыщенным вкусом варёной сгущёнки и очень приятной текстурой нежного творожного сыра. Кому интересно посмотреть, как я приготовил этот великолепный крем, ссылку обязательно оставлю в этом видео. Сверху промазываю оставшимся кремом заварные изделия с помощью чайной ложки. В качестве и посыпки я использую сдобные панировочные сухари. Каждое заварное пирожное кремовой стороной обваливаю в сухарях. Вот такие заварные пирожные получились. Выглядят очень аппетитно, благодаря румяному цвету заварного теста со сдобными сухарями и по-домашнему с разными формами. Заварное пирожное легко ломается, оно очень нежное, а крем-то с варёной сгущёнкой, гармонично сочетается в этом рецепте, придавая насыщенный вкус и аромат. Обязательно приготовьте заварные пирожные для себя и своих близких. Спасибо мои дорогие за вашу Подписку и Лайки, тем самым вы продвигаете канал и мотивируете меня на новые рецепты.